Сегодня новое интеграционное объединение на постсоветском пространстве. Евразийский экономический союз заработает с января будущего года, а все разногласия при подготовке договора будут урегулированы. Уверенность в этом высказали сегодня в Минске главы России, Белоруссии и Казахстана на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Направку договора остается месяц. О нюансах и перспективах из белорусской столицы наш обозреватель Павел Зарубин. На фоне происходящего в последние месяцы в мировой политике саммит в Минске и без того важнейший приковал к себе дополнительное внимание. Президенты России, Казахстана и Белоруссии обсудили последние детали Большого договора о создании Евразийского экономического союза. И по плану уже через месяц Путин, Назарбаев и Лукашенко должны поставить подписи под документом о запуске самого крупного и мощного интеграционного объединения на постсоветском пространстве. Страны, впрочем, не скрывают, что обсуждение некоторых вопросов продвигается с трудом и требуется решение на высшем уровне. Потому, видимо, сразу после прилета лидеры, серьезно сдвинув всю официальную программу, провели встречу с глазу на глаз. И только около часа назад началась публичная часть саммита. Таможенный союз, который мы создали, он работает и приносит реальную пользу. И это мы видим на результатах экономики наших стран. Это абсолютно очевидный уже факт. Но мы можем сделать еще один шаг. Подготовлен большой, объемный, основательный документ в 600 стран. В этом огромном документе прописывается, как именно должен работать создаваемый Евразийский экономический союз. Спорные моменты пока не сняты. Беларусь настаивает никаких внутренних ограничений. И все эксперты понимают, о чем речь. Республика хотела бы получать российскую нефть и распоряжаться ею безо всяких пошлин. Но для России это большие деньги. Без откровенного, я бы сказал, мужского разговора сегодня не обойтись. У Беларуси есть свое видение складывающейся ситуации. И мы готовы, по-партнерски готовы, открыто об этом говорим. У России и Казахстана, естественно, тоже есть свое видение. Однако самые острые вопросы, уверены лидеры, можно спокойно обсудить и прийти к программе. Лошадей не гонят. Но в то же время есть возможность уложиться на нами принятые сроки, чтобы снять все вопросы. Мы консенсус всегда находили. Я уверен, что мы будем находить. Потенциальные плюсы от создания Евразийского экономического союза перекрывают все спорные вопросы. Проведение согласованной экономической политики. Жители союза смогут работать в той стране, в которой считают нужным. И в итоге, по предварительным оценкам, совокупный ВВП трех государств вырастет на 30%. Это позволит нам выйти на повышение конкурентоспособности наших экономик, сделать их более эффективными, привлекать внутренние и внешние инвестиции. И вот этот огромный рынок, который мы с вами создали, в 170 миллионов человек, он может приобрести совершенно новое качество. Впрочем, единое экономическое пространство может еще увеличиться. Присоединиться к экономической интеграции России, Казахстана и Белоруссии планирует Армения. По плану Евразийский союз начнет полноценное функционирование уже с нового года. Павел Зарубин, Андрей Меленков, Юрий Лебедев и Владимир Озеров. Вести. Минск.